Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнем выпуск с происшествий на дорогах. В Мозере под колесами общественного транспорта погиб пешеход. Водитель автобуса отъезжал от остановки площадь Ленина. В пути следования он наехал на пешехода, который по предварительной информации двигался по тротуару и пытался нагнать общественный транспорт. В результате мужчина 1939 года рождения упал под колеса МАЗа. Пострадавшего госпитализировали. Он скачался в реанимационном отделении. В Мозере оперативники наркоконтроля взяли 47 пакетов с насваем у 29-летнего неработающего жителя райцентра. Общий вес вещества более 1 килограмма 300 граммов. По информации сотрудников наркоконтроля, насвай предназначался для незаконной продажи. С веществом работают судебные эксперты. Проводится проверка. В Рогачевском районе пьяный пенсионер угрожал продавцу ножом и требовал отдать ему бутылку вина. Получив спиртное, мужчина употребил его сразу возле магазина. Компанию ему составил односельчанин, которому нарушитель закона также угрожал ножом. Милиция задержала любителя выпить. Возбуждены уголовные дела сразу по двум фактам. Теперь пенсионеру грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Четыре года ограничения свободы. Суд советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении гомельчанина, который поджег автомобиль бывшей супруги. Напомню, фигурантом по уголовному делу проходил ранее судимый горожанин. После ссоры с бывшей женой в ноябре 2019 года нетрезвый мужчина разбил стекло в ее Opel Astra и бросил в салон емкость с бензином. Затем поджег разлившееся топливо и скрылся с места происшествия. Потерпевший причинен имущественный ущерб на более чем 7,5 тысяч белорусских рублей. Гомельчанин признан виновным по статье «Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом». Ему назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы два пожара, на которых повреждены два строения. В агрогородке Широкое Будокошелевского района горела блочная постройка. Огонь повредил кровлю и имущество внутри здания. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причина пожара – поджог. А в Жлобине по улице Крышнево возгорание произошло в деревянной бане. В результате уничтожено кровля и потолочное перекрытие бани. Никто не пострадал. Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь 4.